всем привет с вами вячеслав витек сегодня вам покажу классную партию где мне удалось красивейшая атака в дебюте 4 коней по красоте чистоте исполнения я считаю что это одна из лучших моих партий сыгранных за последнее время итак давайте начнем портал ческом я играл белыми фигурами и соперник по логинам sf96 е4 е5 конь f3 конь c6 конь c3 конь f6 слон b5 слон b4 2 0 2 0 d3 и d6 мне кажется чуть точнее сыграть слон c3 так как после d6 возможен ход конь е2 этот ход в частности я подсмотрел в партиях вишвантана ананда и понятно что здесь тоже ученых не должно быть больших проблем но все-таки здесь фигур побольше и играть чуть сложнее следует ход конь е7 конь g3 c6 слон а4 слон g4 а вот этот ход пожалуй уже не точность здесь несколько хороших продолжений можно пойти и конь g6 позиция примерно симметрично и понятно что небольшой символический перевес наверное у белых есть но не более того а вот после слон g4 следует ход h3 понятно что бить коня не очень хорошо белых два слона за бесплатно следует ход слон е6 c3 слон а5 и конь g5 здесь движки советуют играть слон g5 считая что после конь d7 d4 на стороне белых уже ощутимый перевес но мне кажется все таки небольшая переоценка позиции хотя наверно до перевес белых на лицо в партии же я сыграл конь g5 не казалось это более концептуально во первых я нападаю на слона где-то также я гражу пойти и в 4 следует ход слон d7 f4 слон большой шаг король h1 h6 а это уже пожалуй решающая ошибка здесь я играю f и d здесь меня захватила довольно таки интересная любопытная идея сразу хотелось раскрыть короля я сыграл ладья f6 дело в том что на g я заготовил ход слон g5 и же вбить нельзя следует ход слон м6 и по сути от ферзь h5 нет защиты черные где-то вынуждены будут отдать ферзя а вот на ход gf я планировал сыграть конь f3 считаю что здесь у меня более чем достаточная компенсация и действительно это так позиция белых явно лучше а возможно даже выигранная король раскрыт до качества не хватает но здесь фигуры легкие фигуры просто должны разорвать позицию черных но гораздо красивее белые выиграют здесь играя ферзь h5 этот вариант я обнаружил со сток фишем и давайте посмотрим варианты здесь действительно очень красивые ну начнем с хода ажи здесь белые выиграют тихим ходом ферзь h6 создавая смертельную угрозу конь h5 здесь чуть ли не единственная игра черным слон g4 ажи ферзь d3 здесь самое главное не поторопиться не сыграть конь h5 так как после ферзь f1 неожиданно уже черный выигрывает но вот другой ход развивающий а это ход слон е3 согласитесь да тоже очень красиво практически выигрывает сразу дело в том что на слон е3 или на ферзь и ты просто следует конь h5 и от угрозы ферзь g7 и конь f6 нет защиты также давайте разберем ход fg здесь варианты тоже очень красивый может последовать ферзь h6 f6 возможен также ход f5 но там варианты похожие позиция тоже абсолютно безнадежная после f6 подключаем слона слон b3 шах ладья f7 подключаем коня конь h5 грозит ферзь g7 шах точнее мат грозит конь f6 тоже мат чуть ли не единственная конь d5 и после еды можно продолжить вариант ферзь f8 ферзь g6 шах король h8 dc здесь белые просто разрывают позицию черных посылать все может последовать cd здесь уже можно закончить анализ у белых две фигуры за ладью и атакой тотальная доминация и последний вариант который я вам должен показать это ход король g7 здесь мы тоже не давая сопернику ни секунды передышки продолжаем атаку бьем на f7 после ладья f7 бьем на a6 после король g8 вновь подключаем слона играем слон b3 на ферзь e8 подключаем последнюю фигуру которая не участвует в атаке это ладья ладья f1 грозит страшная угроза ладья f6 тоже обратите внимание на эту позицию белых не хватает ладьи а черным попросту некуда ходить чуть ли не единственная вновь перекрываться играть конь d5 но здесь тоже после еды скажем ладья f7 ферзь h4 выигрывает также ход и dc но ферзь h4 более точная и эта позиция абсолютно безнадежная она просто не держится здесь просто невероятное количество угроз и конь e4 и dc и ладья f6 и ферзь f6 да то есть вот такой вот мог возникнуть красивый вариант понятно что играя ладья f6 я не видел после же входа ферзь h5 скорее всего я бы сыграл конь f3 но согласитесь варианты очень красивые партии же мой соперник сыграл hg на что я заготовил слон g5 следует ход ферзь e8 ферзь h5 подключаем еще и ферзя вновь нельзя ходить gf и заслоны в 6 и на конь g6 просто ферзь h6 и отмата на g7 нет защиты мой соперник сыграл да здесь сыграл конь g6 слон b3 вновь эта диагональ становится смертельной для черных грозит в частности ход ладья g6 или ферзь соперник играет конь f4 здесь я горжусь идеи которую я нашел это к слову сказать первая линия я сыграл слон f4 еф здесь я вам предлагаю самостоятельно найти кратчайший путь победе и сильнейший ход белый выиграют ходом ладья h6 что я и сделал грозит мат на h8 она же аж мы сначала даем промежуточный шаг ферзь g6 король h8 даем шаг на h6 король g8 и здесь я не нашел форсированного мата а он был надо было сыграть ферзь g5 шаг и на король h7 просто пойти конь h5 то есть грозит мат на g7 на ладья g8 мы ставим мат два хода ферзь h6 ну и по сути от угрозы от угрозы ферзь g7 у черных нет защиты ну понятно что такие варианты как ферзь e5 мы рассматривать не будем да я же сыграл проще я пошел конь h5 ну понятно что это выигрывает конь f6 грозит и ферзь g7 мат грозит черные вынуждены играть ферзь e5 отдавая ферзя после конь f6 ферзь f6 ферзь f6 и здесь мой соперник сыграл слон e3 ну и попросту не дождавшись моего ответа признал себя побежденным вот такая вот партия на мой взгляд очень классная во-первых я горжусь идеей связанной с ходом ладья бьет f6 к слову сказать это первая линия да но вот кстати на мясо большее впечатление производит производят варианты связанные с ходом ферзь h5 до варианты согласитесь очень красивые я надеюсь вам понравилась данная партия ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание и до новых встреч